МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости к этому часу. Материалы корреспондентов телекомпании Ирбис. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грандиозное событие. 12 июля 2021 года в 19 часов кафе Натали празднует свой седьмой день рождения. Вас ждет фееричное представление артистов и зажигательная шоу-программа. И в честь праздника каждому посетителю кружка пенного в подарок. Уютные летние площадки с обновленным дизайном. Комфортные закрытые веранды. Отдельные беседки для курящих. Все это только для вас. В стенах Натали всегда порадуют вкусной, изысканной кухней и отличным сервисом. Напоминаем, кроме этого, в кафе функционирует большой и малый зал. Отдельные вип-кабины с караоке. Любое торжество в стенах Натали пройдет на высшем уровне. А для истинных меломанов с 18.00 – живая музыка и большой светомузыкальный танцпол. Не пропустите яркий, интригующий и абсолютно незабываемый день рождения кафе Натали. Улица Варушина, 4, дробь 4. Новое постановление начало действовать с сегодняшнего дня. Изначально планировали пересмотреть график работы учреждений согласно «желтой зоны». Но эпид-ситуация буквально за несколько дней резко ухудшилась до красного статуса. Главный санитарный врач области связывает это с сезонностью. В департаменте санэпид-контроля, говорят, в Павлодарской области рост заболеваемости за последние несколько дней увеличился вдвое. В середине прошлой недели регистрировали в пределах 60 новых случаев. За прошедшие сутки уже 118. Летний сезон, пара отпусков, все идут отдыхать. Потом все-таки мы находились в зеленой зоне, и как бы население, можно сказать, расслабилось. И вот эти все меры не соблюдают, большая часть населения не соблюдает. Поэтому мы всегда призывали, потому что масочный режим, он вроде простой метод, но все-таки сохраняет человеку заражение, та же социальная дистанция. Жесткий карантин начал действовать уже сегодня. В основном коснулся он режима, не участвующий в проекте «Ашик-кафе». Теперь работают до 8 вечера. В выходные дни должны будут закрыться сауны, спа-центры, бассейны, ТРЦ, торговые дома и крытые рынки. Под запретом оказались объекты культуры, бильярдные, боулинги, детские развлекательные центры. Артем Клевать, Серега Нагбаев, телекомпания «Ирпис». Кадровый голод испытывают владельцы кафе и баров. Бизнес пошатнула пандемия. Сейчас многие не рискуют устраиваться в эту сферу. Вместе с тем, обязательная вакцинация может окончательно привести многих к банкротству. К такому выводу пришли в Ассоциации общественного питания Казахстана. Подробности в нашем бизнес-блоке. Спонсор бизнес-новостей. Магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». Всегда выгодно и комфортно. В Ассоциации общественного питания подсчитали. В среднем регионах убытки бизнесменов достигли уже 7-9 миллионов тенге. Текучка кадров постоянная. Связано это с нестабильностью функционирования кафе и ресторанов. А из-за грядущей обязательной вакцинации и вовсе могут закрыться. Мы за вакцинацию. Ну, просто не такими драконовскими методами. Конечно, нам нужно, чтобы сроки по вакцинации отодвинули хотя бы до 1 сентября. Потому что, еще раз повторюсь, нужно сделать обязательно скрининг. После сделать одну прививку, после другой. В Ассоциации отмечает статистика такова, что теряют опытных поваров и официантов. Отказываются от вакцинации по разным причинам. Но требовать работодатель обязан. Наче грозят крупные штрафы. При этом, кто должен нести ответственность за здоровье сотрудников, неясно. Запрет на работу для невакцинированных ввели постановлением санврача страны с 15 июля. Исключение для тех, кто переболел коронавирусом в последние 3 месяца и у кого есть постоянный медотвод. Предприниматели, кстати, говорят, что статьи увольнения за отказ от вакцины в Трудовом кодексе нет. Артюм Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Снимать квартиру и смотреть на свое жилье лишь снаружи – это история про будущих новоселов этих новостроек в микрорайоне «Достейк». По словам людей, обещания чиновников они слушают уже полгода. Последний срок сдачи заявлены Акиматом 10 июля. Но очередники уверены – в ближайшие дни праздник на их улице не случится. Будущие жильцы трех новостроек уже не раз говорили о проблеме. Вспоминают, история с заселением началась в сентябре 2020 года. В декабре им однозначно ответили – в январе все получат ключи. После попросили еще подождать. В последний раз сроки сдвинули до середины лета. «Многие жители арендуют жилье, то есть снимают. И как бы мы сказали, что в конце июня мы уже съедем. И как бы мы не видим никаких проделанных работ. И думаю, что 10 июля мы точно сюда не заедем». По словам людей, сейчас платят за аренду квартир в среднем 60 тысяч тенге. При этом есть одобрение банка, внесены первоначальные взносы за новое жилье. Большинство здесь – бюджетники, которые квадратные метры приобретают по программе «Шанырак». А мечты о заселении так и остаются лишь в перспективе. «Качество ремонта, все бежит, это все, ничего не устранили. Дверь, ванна, туалет не закрывается. Вот она, по ходу дождя, она пухла, все, не закрывается. И вот это все лежит. На этажах до сих пор идет работой». Кстати, по словам людей, сроки сдвигали отчасти именно из-за устранения недоделок, а также оформления документов. В Акимате города в начале прошлого месяца действительно говорили – срок заселения 10 июля. Сегодня прокомментировать ситуацию не смогли. Обещали собрать информацию. Артем Кливан, Сирико Нагбаев, телекомпания «Ирпис». Спонсор бизнес-новостей, магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». Всегда выгодно и комфортно. Внимание! В магазине сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех» действует беспроцентная рассрочка на 24 месяца. Большой выбор продукции по выгодным ценам. Ультрамодная и стильная линейка мебели для ванной. Надежные и современные смесители нового поколения. Унитазы, ванны, джакузи различных форм и размеров от лучших мировых производителей. Широкий модельный ряд современных душевых кабин и комплектующих. А также водонагреватели, радиаторы отопления, система «Теплый пол». Здесь же вы найдете электрические и твердотопливные котлы длительного горения. Кроме этого, в ассортименте магазина «Керемет Сантех» представлены банные печи, дымоходы, мангалы и многое другое. Делайте покупки с выгодой! Ждем вас по адресу улица Целковского, 24. Магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». Без воды и света мучаются жители села Житекши. Перебои с питьевой случаются каждое лето, а с электричеством – круглый год. Почему благо цивилизации в дефиците у людей с паладарской пропиской, выясняла Александра Петрова. В Житекши летом главная проблема – вода. В селе 680 домов, она подведена каждому. Но в жаркие дни едва хватает на полив огородов. Помыться, постирать или помыть посуду – просто нереально, жалуются жители. Идет большой забор воды. Дело в том, что наш водопровод не рассчитан на полив огородов. Когда идет дождь или становится холодная погода, вода у всех идет хорошим напором. Раньше это был, как рассчитан был, как железнодорожный полустанок, поселок не был рассчитан на разрастание. Потому что люди же поливают, потому и не хватает. Ну вообще, вот эта скважина, я вам точно заявляю, что у ней там изыскания не было. Она уже иссякла, ее надо перебуривать в другом месте. У нас качество воды еще плохое очень. Одно время писали вообще, что не пейте эту воду. А куда деваться? Кипятим и пьем. Ни одна колонка в селе не работает. Их отключили, потому что ломают, сообщили в Акимате. Питьевую воду жители вынуждены либо покупать, либо привозить из Павлодара. В районе новостроек проводится новый водопровод. Он будет захватывать, охватывать весь поселок. Там строится водозаборная станция, которая рассчитана на обеспечение воды всего поселка. Новый модуль рассчитан на очистку. Там будут стоять фильтры специальные, которые будут очищать воду. Вопрос с дефицитом и качеством воды в Житекши обещают решить до конца года. На новую модульную станцию выделено 730 миллионов тенге. Меж тем, это не единственная беда. Малейший дождь или ветер – в селе сразу пропадает электричество. Жители часами сидят без света, перегорает техника. Прошлым летом здесь поменяли КТП и проводку, но ситуация не изменилась. Причем это не поломки. Это преднамеренно отключают нас. Не питается красноармейка, не питаемся мы. Соответственно, когда нет света у нас, и о воде не может быть никакой речи. Мы пишем в пабликах, мы говорим, Акиматы нам ничего не обещают. Никто ничего не говорит, городу относительно тоже не хотят. То есть мы дальше будем статус города, питаться от шаката и сидеть без света. В Акимате это косвенно подтвердили, посоветовав жителям, решать проблему самостоятельно в частном порядке. Нет света – обращаться в прэк. Александра Петрова, Дмитрий Моисеенко, телекомпания Ирбис. В Аксу покончил жизнь самоубийством майор полиции. Начато досудебное расследование, назначена экспертиза. Подробнее об этом и не только в нашем традиционном обзоре новостей из соцсетей. Трагедия произошла 5 июля. Причины на сегодняшний день выясняются. Досудебное расследование начато по статье «Доведение до самоубийства». Иные подробности пока не сообщаются. Люди, а вы заметили, что в нашей области это не первый инцидент? Очень жаль, что молодые уходят из жизни. Соболезнуем родным и близким. За выходные несколько человек погибли на водоемах Павлодарской области. Два в Аксу. Мужчины 1950 и 1983 годов рождения. Один парень утонул на озере Турайгыр Баянаульского района. Едва не захлебнулся молодой человек на Усольском пляже. Пострадавшего реанимировали. Спасатели призывают жителей региона не нарушать правила безопасности и быть бдительными. Между тем, жаркая малооблачная погода резко изменилась. Прошел ливень с раскатами грома. А на одном из павлодарских пабликов в Инстаграм собрали самые красочные молнии. Красота. Котику отдельный лайк. Павлодарцы просят чиновников обратить внимание на городские клумбы. К словам прикрепляют видеодоказательства. Кругом сорняки, а цветы чахлые. Что еще прислали в нашу редакцию зрителей Ирбиса, смотрим в мобильном приложении. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» приглашает на новое поступление мебели от новых белорусских фабрик. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Назарбаева. Село Желкудук. Нет воды. Проблемы с водой уже на протяжении месяца. Вот включаем кран, нет воды. Вот мы запасаемся. Канистры, тазик, воду набираем. Ночью, в 3 часа ночи набрали. И так целый день. Можно ли что-то сделать, предпринять какие-то меры? Вот на речном вокзале работает переправа. Ездят, катаются. И вот так же отдыхающие оставляют мусор. На территории ни баков, ничего нет. Ну как так? Дерево Гагарина 22 стоит под укулоном. Когда спилят, не знаем. Наверное, когда на кого-нибудь свалится. Столб освещения. Провода скрутились. И постоянно здесь напряжение. Постоянно искрится. И возможно, конечно, возгорание. Ну только у нас может после дождя поливать. Очередь на прививку. Областной диагностический центр. Кулумбы у нас такие. Зашибись. Вот весь город такой. Одни сороники растут. Вот клумбы. Такие бедные чаховые цветочки. Засыхают. Тут один бурьян. Вообще. Такой весь город. Спонсор мобильного приложения Торговый дом Мега приглашает на новое поступление мебели от новых белорусских фабрик. Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Назарбаева. Популярный мебельный гипермаркет Мега приглашает на новые поступления мебели от белорусских и российских фабрик. Внимание! На весь ассортимент действует скидка от 20%. Шикарный выбор спальных гарнитуров, гостиные, комплекты для детских комнат, мягкая мебель. Торговый дом Мега очень строго следит за последними новинками в мире мебельной индустрии. И поэтому каждый месяц ассортимент обновляется и дополняется новыми предложениями. Для вашего удобства предусмотрена беспроцентная рассрочка на 11 месяцев. Действует гибкая система скидок. Торговый дом Мега. Угол улиц Торговая, Назарбаева. Телефон 33-40-01. Палладарская молодежь будет решать проблемы города наряду с депутатами. Это новый проект по созданию кадрового резерва. Кандидаты утверждались на предприятиях и в учебных заведениях. Подробнее наш корреспондент. Вместе с депутатами активная молодежь Павлодара будет участвовать в комиссиях, заседаниях, где решаются важные городские задачи. Об этом рассказали в ходе встречи с градоначальником Ержаном Иманслямом. Подобные встречи являются фактом того, что представители власти слышат молодежь, встречаются. Подобные встречи являются в первую очередь диалоговыми площадками, на которых выдвигаются инициативы, предложения, обсуждаются решения каких-то определенных вопросов. И весь этот комплекс мероприятий показывает то, что на данном этапе мнение молодежи, именно рабочей молодежи, но необходимо, оно важно. Участниками встречи стали молодые преподаватели школ, вузов города, работники крупных предприятий. Каждый мог поделиться идеями. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем найти решение по актуальным вопросам, а также выработать проекты, направленные на дальнейшие развития нашего города. Такие встречи будут проходить регулярно. Азмад Эйдхарин, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ербис». Действительно, не позавидуюсь жителям ЖТКШ. С одной стороны, дождь в радость, но его последствия, наоборот, не всегда хорошие. Остаться без света – настоящая беда. Хотя, Лен, давай о позитивном нехорошей новости в сторону. Что на спортивных площадках области? У нас, между прочим, есть новости даже с международных аренд. Санкт-Петербург в эти дни принимает крупный турнир по велоспорту на треке. В Кубке нации в двух дисциплинах заявлено Рената Султанова. Павлодарка проедет гонку «Омниум» и групповую гонку «Скрэч». Приятно слышать хорошую информацию. Сразу далее спортивные новости с Еленой Белоградовой. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Удачи! Мало телеканалов? Плохое качество картинки? Низкая скорость интернета? Не загружаются любимые веб-сайты? Алма-Ти-Ви решит эту проблему. Подключайте выгодный тариф «Оптима» всего за 3700 тенге в месяц до 85 лучших цифровых телеканалов. Скорость интернета до 50 мегабит в секунду. С Алма-Ти-Ви выгодно. Более подробную информацию можно узнать, позвонив в контакт-центр по номеру 8 705 925 05 33. Завоевали 14 медалей и выполнили два норматива. По итогам Кубка и Чемпионата Казахстана документы на присвоение разрядов наставники оформляют на Романа Маменова и Артема Ковалева. Наши гимнасты успешно выступили в Южной столице. К республиканским турнирам готовились вместе с гимнастами штатной национальной сборной. Почти месяц повладарцы тренировались в Южной столице. Провели два контрольных УТС. Мы усилили программы. Я уже конкретно сказал ребятам своим. Сказал, мы на этих соревнованиях проверяем свои новые программы. Те, которые будут уже и Маменова Романа во взрослую сборную уходят, и Дрисов Нуртанский, и Гай Романа уже. Опять же на Азию готовимся. Там надо базу поднимать, сложность поднимать. Проверили нормально. Где-то попадали. Ну, свои медали мы заработали. Заслуженные медали. По итогам Кубка и первенства Республики два гимнаста в составе нашей команды стали чемпионами в группе младших. По первому разряду победу одержал Артем Ковалев. Среди кандидатов мастера спорта Нуртан и Дрисов. А Роман Хигай здесь бронзовый призер. На троих они завоевали 12 медалей. Шесть из них золотые. Еще две бронзовые в финале. В упражнениях на кольцах и конь Махи выиграл Маменов. Главный результат Романа – норматив мастера спорта, который Павлодарец успешно выполнил на этом турнире. Он боролся, конечно, с основным составом. Ребята уже возрастные, уже в гимнастике. Уже почти два десятка лет боролся. Но в отдельных видах он завоевал две бронзы. Я считаю, что это нормальный. И при этом выполнив норматив мастера спорта. Стоит сказать, за 30 лет Роман – первый спортсмен, на отделении гимнастики, выполнивший высокий норматив. Меж тем сборная области продолжает готовиться к важным стартам сезона. Юниоры и молодежный состав команды отправляются на учебно-тренировочные занятия в Актау. В первой лиге сыгран 11-й тур. Футболисты Кибастуза в родных стенах одержали победу над клубом Кайраджа Стар 2-1. Аксу терпит поражение в гостях у Токжи Песа 3-2. А в Павлодаре прошел финальный этап соревнований по мини-футболу. Итоги суммируют в зачет летней областной спартакиады. 12 дружин бились за право называться сильнейшей командой. Кроме титула, победителю еще один бонус. Чемпионы областной спартакиады получали право представлять наш регион на республиканских соревнованиях Акбедай в городе Актау. Прежде провелись зональный отбор, потом участники играли в двух подгруппах. Каждый матч решающего этапа прошел в бескомпромиссной борьбе. Для сельских сборных соревнования долгожданные. Прошлый год, поскольку была пандемия, игры не проводились. А позапрошлый год уровень такой же был. В принципе, имеется, команд столько же было. Можно сказать, что многие соскучились по игре и отдаются игре на все 100%, можно сказать. За год в каждой дружине произошли ротации. В основном наставники взяли курс на омоложение состава. А вот вице-чемпионы прошлой спартакиады сумели сохранить костяк сборной. И в этом сезоне они заслуженно одержали победу. В финальном матче мастера мини-футбола из Иртышска обыграли команду майского района 4-1. Бронзовые призеры турнира 2019 свои полномочия сложили. Актугайцы потерпели поражение от Теренкольцев со счетом 3-5. И еще в футболе Дмитрий Шамко подписал контракт с Актобе. Карьеру воспитанника Кибастовской школы начинал в родном клубе «Батыр». Далее Кибастузец, «Энергетик-2», «Иртыш» и «Астана». Последней командой защитника национальной сборной был Волгоградский ротор, выступающий в российской премьер-лиге. А в Павлодаре интеллектуалы почти со всего региона оспаривали награды праздничного турнира. На праздничных турнирах уже традиционно играют в быстрые шахматы. В этот раз выбрали «Рапид». Формат интеллектуалам известный. Основной контроль 10 минут плюс дополнительно по 5 секунд на ход. Единственное ограничение от организаторов – квалификация участников. Постарались собрать более крепкий состав. В стартовом протоколе спортсмены не ниже третьего разряда. Боролись в итоге 88 шахматистов от начинающих до мастеров. Очень здорово себя проявили юные дарования. Они достойно сражались с сеньорами. Буквально сейчас закончился 8-й тур, предпоследний. Кокарев, Виктор, проигрывая Дерксину, Вадиму, который у нас в категории до 10 лет, мальчик, едет на чемпионат Казахстана. Ахмед Сулейман, Абагавит Аспанова, Нуригена, тоже очень-очень опытного ветерана нашего. То есть действительно видно, как дети стут прямо на глазах. Буквально от турнира к турниру все лучше и лучше. В генеральном зачете победу одержал Тимур Балмагомбетов. В его активе всего одна ничья. Мировую шахматист заключил с третьим призером Арманом Базиловым. Второе место с результатом 7,5 очков занял Адиль Ткачев. Чемпион он проиграл бал. Лучших интеллектуалов отметили среди школьников. Это Нурсулу Аразалина и Владислав Малыгин. Это все, что мы вам хотели сегодня рассказать о спорте. Если вы что-то пропустили, все наши новости и программы смотрите и читайте на сайте ирбис.тв.кз и страницах в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. До свидания. Спонсор прогноза погоды – Колледж информационных технологий. Качественное образование сегодня, достойное будущее завтра. О, Лаура, привет! Привет! А что ты тут делаешь? Я отучилась и не могу трудоустроиться. А я поступил в Колледж информационных технологий. И теперь работаю веб-дизайнером. Приснится же такое. Я сделаю правильный выбор и поступлю в кит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин